Меня зовут Михаил, я инструктор раннего плавания и подводный фотограф. Я хочу создать свой канал, свой блог, на котором я буду высказывать свои мысли по поводу раннего плавания, что у нас происходит, какие тенденции есть на рынке раннего плавания, какие есть школы, как вы можете понять, что подходит именно вам, что не подходит. Также на этом канале будет собрана информация о разных инструкторах. Вы сможете увидеть какие-то моменты, связанные с ранним плаванием, и, возможно, найдете то, о чем вы раньше не знали, к чему не приходили, чего не видели, чего не встречали. В основном эта информация все-таки будет в виде такого блога идти, в виде каких-то интервью, которых я буду брать в разных местах. Например, в Москве, в Санкт-Петербурге, может быть, буду выезжать в другие города. У меня есть определенные сейчас планы, связанные с поездками в другие страны, потому что, к примеру, Бёрдслайт, по которому мы проводим занятия по раннему плаванию, оно распространено по всему миру, в странах Европы, в Англии, откуда она пришла, и, в частности, сейчас пришла в Азию. То есть это и Таиланд, Тайвань, Китай и так далее. Надеюсь, будет вам интересно, будет на что посмотреть. Вообще, в интернете можно найти огромное количество информации по поводу раннего плавания, если вы изначально знаете, что это такое, то есть для чего нужно это вам и вашему ребенку. То есть вы задаетесь целью, приходите и записываетесь в ближайший, допустим, бассейн. Тем не менее, в то же самое время для этих людей вы, может быть, не увидите то, что есть разные варианты. Вы можете прийти в поликлинику, вам может порекомендовать врач, например, педиатр или так далее. А также вы можете прийти в какой-то фитнес-центр, и это будет другое раннее плавание, другой вариант. Вы можете увидеть школу, допустим, в Москве есть шикарная школа, к которой даже по 25 лет, и это будет еще один вариант раннего плавания. Или, к примеру, прийти в раннее плавание, такое как Бёрдслайт, финская есть школа и так далее. Я, тем не менее, лично я, приверженность больше Бёрдслайт, это водное родительство, когда вы имеете возможность быть со своим малышом 45 минут в воде, 45 минут на занятии и получать реальное удовольствие и радость от общения с ним. И параллельно у вас будет идет и закаливание, и для здоровья очень полезное развитие физической силы ребенка. Вы не боитесь ребенка оставить в воде, вы не боитесь моря, вы не боитесь бассейна. У вас ребенок плавает фактически, можно сказать, что с рождения, да, и потихонечку мы растем, выращиваем таких вот маленьких людей, пловцов, да, и они потом в будущем переходят. Я знаю людей, которые в олимпийские школы реально поступали, и моя личная дочка ходит, к примеру, на... ходит прыгать с вышки, да, с 5-метровым, мне лично страшно там находиться. Она посягает в воду и на ура всплывает, плавает и так далее. С 2-х лет она плавает в бассейне, вот. Кроме того, в своем канале я рассчитываю на то, что это увидят люди, которые ничего не знают о грудничковом плавании, или они изначально имеют, ну, скажем так, другие представления, старые представления какие-то о нем, или они даже пугают, у них какие-то страхи есть в связи с этим. Мы, наша работа в плане плавания с ребенком в воде, она в основном идет работа с родителем, да, с его страхами, с его психологией, с его блоками, да, и через родителя это идет не просто привыкание, да, а получение именно удовольствия, получение обратной связи и получение именно хороших впечатлений, ассоциации у ребенка, связанных с водой. То есть ребенок через родителя приходит к тому, что плавать это круто, весело и интересно. Не у всех простая дорожка, да, не у всех это приходит сразу, да, какие-то этапы, возможно, проходят именно вашим родителем ребенок, но в основном это очень, очень позитивно. Приходите на любое занятие, вы это увидите. Есть даже у меня такая любимая поговорка, всю воду ребенок не выпить из бассейна, да, или говорю, если ребенок постарше, не пей воду из бассейна, нам оставь, нам не в чем будет плавать. Вот, это, я считаю, не проблема, ну, вообще, это не проблема, конкретно, если говорить о питье воды из бассейна, да, потому что я не встречал в своей многолетней практике, в практике других каких-то школ, да, чтобы ребенок прям перепил воды, и прямо у него было какое-то отравление, что-то с этим связанное, вот. По поводу страхов, это самое главное, да, основной вопрос, который мы сталкиваемся, с которым приходят родители на раннее плавание, и, естественно, мы с ними работаем. Я вообще считаю, что все дети ныряют, они ныряют на каждом занятии 5-10 раз, ребенок нырнет, когда вы этого не видите, вы наблюдаете за процессом, вы видите инструктора, вы думаете о том, как вам выполнить то или иное упражнение, в этот момент ребенок спокойно погружается под воду, ничего не пищит, не говорит, да, ему все нормально, он спокойно выплевывает воду, и все отлично. Но в тот момент, когда вы превращаете его к себе лицом и пытаете погрузить, вы получаете огромное количество негативных эмоций, просто потому, что часто это связано просто с вашими ожиданиями. Вы хотите, вы думаете, что он сейчас нырнет и будет орать, и он начинает орать, например, да. Но как я говорю, что мы можем, наша главная задача, вот эти погружения 5-10 раз, о которых я говорил, которые случайно происходят, просто перевести в комфортное погружение для малыша под воду, и это вообще, на мой взгляд, не проблема. Это можно сделать с первого занятия. У нас много материала, оно абсолютно непредсказуемо, то есть я хочу это делать в режиме блога именно по тем бассейнам, где я бываю, то есть как пойдет.